МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заплатить залог и выйти на свободу до суда. Двоим из троих полицейских из Кривого озера, которые оставались под стражей по подозрению в зверском убийстве местного жителя Александра Цукермана, Николаевский центральный суд смягчил меру пресечения. Напомню, троим полицейским, Николаю Хоменко, Александру Причепойде и Денису Ляхвицкому, инкриминируют превышение должностных полномочий. А Ляхвицкому еще и умышленное убийство. По показаниям свидетелей, именно он стрелял в Цукермана. Ночью, 24 августа, наряд приехал утихомирить нетрезвого дебошира. Его избили, надели наручники и застрелили на глазах у родных. Убийство вызвало волну протестов в Кривом озере. Местные жители подожгли и забросали камнями отделение полиции. Сразу после убийства прокуратура задержала шестерых полицейских, всех, кто присутствовал на месте преступления. Иначе жители поселка могли совершить над ними самосуд. Пустя сутки за решеткой оставили троих из задержанных. Остальные проходят по делу как свидетели. В прокуратуре изменение меры пресечения для Хоменко и Причепойда объясняют тем, что они активно сотрудничают со следствием. А потому суд разрешил им выйти на свободу, правда, под залог 120 тысяч гривен. А вот главный подозреваемый в убийстве Денис Ляхвицкий, водитель опергруппы, который застрелил Александра Сукермана, остается в СИЗО. Содержание под стражей ему продлили до 18 декабря. Стрелял он из личного пистолета под патрон Флабера, практически в упор. Именно поэтому ранения оказались смертельными, говорят следователи. Ляхвицкий успел спрятать орудие убийства. Когда дело дойдет до суда, правоохранители пока не прогнозируют. До сих пор не завершены все необходимые экспертизы. Их еще будет как минимум 16. И исследования могут затянуться на полгода, говорят в прокуратуре. Кирилл Ючишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Нехватка доказательств прокуратуры в деле против бывшего нардепа от партии региона Владимира Медяника поможет ему вскоре выйти на свободу. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Медяника подозревают в причастности к созданию так называемой ЛНР. Рассказал Луценко еще об одном громком деле, связанном с соратниками Януковича. Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Александра Кацубы. По данным следствия, он присвоил 5,5 миллиардов гривен компании «Нафтогаз» и с 2012 года состоял в преступной организации Януковича, в которую также входил Курченко и Клименко. Прохочи не допомогли. Не буду робить секрету, что много народных депутатов, в том числе и сам Кацуба, батькова, подозрена, раньше обвинувачена уже, взвратались с вопросом умоверного помягчения. Курченко и Клименко понимают, что скоро это будет касаться не только Кацубы, а и их лично. Говорил Луценко и Янукович, к концу года генпрокурор готовится передать в суд дело против беглого президента и его команды. Это эпизоды развали украинской армии, СБУ, уничтожение информационной и экономической безопасности страны, разворовывание денег. Это касается Межигория и Сухолучья. А также цитирую переходы на сторону врага и содействия ему в оккупации территории Украины. По словам Луценко, это тысячи тому материалов и доказательств. И еще одна тень из прошлого. СБУ из-за известного антимайдановца развернуло в небе самолет. Борт белорусских авиалиний, следующий в Минск, вернули обратно в Киев. По официальной информации, из-за угрозы нацбезопасности экипажу, как пишут некоторые СМИ, якобы пригрозили истребителями, но в службе безопасности это опровергают. Известно, что после возвращения в столичный аэропорт Джуляны с воздушного судна сняли гражданина Армении, Армена Мартиросяна, главу общественной организации, известного своими антимайдановскими высказываниями. Спустя несколько часов его отпустили. Подробности задержания в СБУ не разглашают. А тем временем МИД Белоруссии требует возмещения финансовых расходов в связи с инцидентом и ожидает официальных извинений. Мы вас запевняем, что информация, которая у нас была, была достатной для того, чтобы совершить такие действия. Больше того, это нормальная святая практика, когда идет о загрозе не только пассажирам, но и в целом Украине. Очень странно выглядит информация, когда против цивильного летака могли подняться, вынищивать. Диалог с бортом с диспетчером Украэроруку, цивильный человек, что ставит подсумнение еще больше информации. Российские правозащитники настаивают на психиатрической экспертизе для нашего соотечественника Станислава Клыха. Я напомню, что его приговорили к 20 годам тюрьмы, и сейчас он находится в Грозненском СИЗО. Как сообщила член общественной наблюдательной комиссии за тюрьмами Зоя Светова к украинцу применялись пытки. Из-за этого у Станислава Клыха началось психическое расстройство. По мнению Светова, Клыха нужно освободить от назначенного наказания и отправить для лечения на родину. МЗС Украина надзвичайно Штрафной изолятор вместо экстрадиции. На следующий день после официального отказа Москвы передать Олега Сенцова Киеву, украинского режиссера в Якутской колонии, перевели на строгие условия содержания. Министерство юстиции нашей страны уже сообщило о дополнительных санкциях и хотят ввести против чиновников Федерации, причастных к преследованию Сенцова и Кольченко. Запрос на выдачу формального подельника Олега и Александра, Алексея Черния, компетентными органами Украины, уже подписан. О судьбе Черния известно, что еще летом его внезапно доставили из колонии в московское СИЗО Лефортово для проведения психиатрической экспертизы. А тем временем число пленных украинцев неуклонно растет. Боевики на неподконтрольной Украине территории задержали нашего соотечественника, который приехал на похороны родителей. Об этом написала на своей странице в фейсбуке представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. По ее словам, создается впечатление, что вторая сторона пытается задержать как можно больше украинцев, чтобы потом шантажировать и торговаться. Геращенко также сообщила, что на следующей неделе координатор в гуманитарной подгруппе от АБСЕ Тони Фриш должен посетить украинских заложников на оккупированных территориях. И к ситуации в зоне АТО. Боевики продолжают использовать запрещенное оружие по всей линии соприкосновения. Самое горячее направление это Мариупольская. В Луганской области наемники впервые за долгое время открыли огонь из реактивных установок ГРАД. Но вопреки всему в прифронтовые города возвращаются люди. Вы стреляете, а мы остаемся. Так назвал свой мурал в Авдеевке австралийский художник, посвятив его жителям Донбасса. Подробнее Ирина Баглай. В двух километрах от линии фронта в Авдеевке появилось культовое место. Австралийский художник написал портрет местной учительницы украинского языка на вот этом практически разрушенном от попадания снарядов жилом доме. Пока он работал два дня на Старой Авдеевке шли боевые действия. Художник насчитал до ста взрывов. О своем портрете Марина Марченко узнала от учеников. Думала фото просилить для публикации в газете. Цей художник показал пальцем на эту фотографию и сказал я буду малювать цей портрет. Пошла, глянула там недалеко от моего будинка. Ну так, там изображена трошки старша. Марина Григорьевна выпустила не одно поколение школьников. 51 год преподает. Но и представить не могла, что она, ребенок Второй мировой, будет воспитывать поколение детей другой войны. Сейчас дети стали большими патриотами и люди. Как раньше место, так место, мое место, поехал, приехал, а сейчас это родное. Как заезжаешь в место, у тебя сердце, а школа где-то там что-то в середине. Самый страшный день, когда война коснулась и ее семьи, 10 ноября 2014 года. тогда были найзапеклейшие бои. Тогда и школу там вывезли, подъезды выбивало. Ну, это был страшный день. Как раз тогда, у меня город тогда литра было все. Два лета подряд боевики настойчиво били по дому, на котором теперь портрет учительницы. Для горожан этот дом боль войны. Дом складывали, пытались складывать там с танчиков, но это еще 14-й год. Там живут сейчас еще остались гражданские люди. Он этим подчеркнул, что на фоне этого дома ничего не делается. К сожалению, для тех же самых жителей этого дома. Возле него получил ранение и муж Марины Григорьевны. С тех пор по больницам. 50 лет неразлучной супруги теперь в розь. Муж ждет очередное обследование. Она не уходит на пенсию. Нужны деньги на лечение. Ее любимый седьмой Б наперебой рассказывает о своей учительнице. Марина Григорьевна Фарева. Она никогда зауважен не пише. Новичкова и доброжидкова. Она ставит только те оценки, которые мы действительно заработали. Она каждый щит выкладывает. Мы все разумеем из полуслова. Портрет художник назвал «Вы стреляете, а мы остаемся». Спустя два года родная пятая школа Марины Григорьевны закрыта после обстрела. Не хватает средств на восстановление. Многоэтажка на краю города стоит почти пустая. Но все больше горожан возвращаются в свои дома. В Авдеевсе живут патриоты. Не смотря на то, что стреляют, люди повернутся в свое место. Это говорит о том, что мы любим его. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Телентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Пока в зоне АТО не умолкает огонь, не молчитый фейсбук-министр Арсен Аваков. В твиттере глава МВД прокомментировал позицию администрации президента по выборам на Донбассе, озвученную на нормандской встрече в Берлине. Написал, цитирую, «Это гнилая дорожка и позиция не будет поддержана». Причем напророчил Аваков не только от лица фракции Народный фронт, но от всего парламентского большинства. Тем временем под самым носом у главы МВД в столице действовала целая банда янтарных контрабандистов. В квартире одного из подозреваемых в нелегальной добыче камня сотрудники СБУ изъяли 120 килограммов сырца. Янтарь уже готовили к отправке покупателю в одну из стран Азии. Известно, что добыт камень на Полесье. Крупную партию контрабандных сигарет задержали на Буковине. 56 тысяч пачек без акцизных марок сотрудники СБУ перехватили на территории Путильского района Черновицкой области. По приблизительным подсчетам стоимость этой партии более миллиона гривен. Кроме табачных изделий славяки изъяли и автомобили, на которых сигареты пытались вывезти в Румынию. Контрабандистов на этот раз даже со стрельбой задержали и на границе с Белоруссией в Болынской области. Трое мужчин на трех автомобилях пытались незаконно вывезти в Беларусь груз мяса. Им машины были загружены под завязку, говорят украинские пограничники. Общий вес еще подсчитывают. Документов на товар у водителей не оказалось. Они попытались прорваться через кордон на автомобилях нагло, не останавливаясь даже по требованию правоохранителей. Стражам порядка пришлось открыть огонь. Будь-якие требования про остановку водяй головной машины проигнорував и продолжил движение на прикордонный наряд, чем скою загрозу жизни прикордонников. После предупрежденных пострелов в гору водяй также не остановился, поэтому было принято решение открыть огонь по колесам автомобиля с методом их остановки. Все водяи затриманы, никто не ухудшен. Крушение вертолета на российском Ямале. Кто был на борту, есть ли выжившие, а также какова судьба черных ящиков. Все подробности у Дмитрия Евчина. Это первые кадры с места трагедии. Вертолет перевернут на бок, кабина полностью разбита. Из 22 человек, находящихся на борту, выжили только трое. В 4 часа 20 минут местного времени место падения данного вертолета было обнаружено. С помощью второго вертолета авиакомпании «Скол» и на борту находились медики и спасатели. Была существовала посадка, сразу же был погружен один пострадавший, который находился там, и которого доставили в больницу поселка Уренгой. Вертолет Ми-8 с нефтяниками на борту совершал плановый перелет из Ванкора в Новый Уренгой. До пункта назначения так и не долетел. К моменту крушения воздушное судно преодолело большую часть маршрута. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна. Нарушение правил эксплуатации безопасности полета, отказ техники, а также неблагоприятные метеоусловия. В пользу последней версии свидетельствует и то, что поисково-спасательная операция началась с опозданием. Всему виной густой туман в районе аварии. Спасатели на месте трагедии обнаружили бортовые самописцы, а также прибор фиксации полетов. Запись обещают расшифровать в ближайшее время. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал Интер. 73 человека погибли, 600 ранены в результате катастрофы поезда в Камеруне. Всего в вагонах были 1300 пассажиров. Причиной аварии стал перегруз транспорта. Из-за дождей в этом регионе Камеруна размыла автотрассу. Сотни человек пересели из автобуса на поезд. С такой нагрузкой 30-летняя железная дорога и сам состав не справились. На месте крушения работают медики и спасатели. Поезд между крупнейшими городами Камеруна. В ожидании зарплаты спикер парламента пока еще не подписал постановление, которое с ноября вдвое поднимает оклады народных депутатов. Они, напомню, будут получать 36 тысяч гривен. Тем временем генпрокурор Юрий Луценко рассказал, сколько он получает на своей должности. Прокурор не должен иметь захмарных отборных отборных жизни людей зарплаты. Я генеральный прокурор. Я имею 30 тысяч гривен. Мне достаточно. В Одессе сожгли автомобиль начальника налоговой инспекции Киевского района города. Местные СМИ называют имя чиновницы. Это Алена Мусиенко. Ее машину подожгли сегодня ночью просто возле дома на улице Урожайной. Журналист Мусиенко сообщила, что это связано с ее профессиональной деятельностью. На нее якобы пытаются давить. Кто именно и с какой целью налоговик не говорит. Автомобиль Volkswagen Passat выгорел полностью. Восстановлению не подлежит. Муля жили настоящая бомба. В Мукачеве нашли устройство похожее на самодельную бомбу на дистанционном управлении. Его обнаружили сегодня утром на лестнице отеля неподалеку от известного замка Паланок. Там всегда много туристов. Канистра с жидкостью обмотанная проводами из коробки электропитания была упакована в хозяйственную сумку. Работники отеля вызвали полицейских. Находку отправили на экспертизу. Боевики ИГИЛ устроили кровавую расправу в Масуле в Масуле это последний крупный город в котором террористы пока еще удерживают контроль. Но операция по его освобождению продолжается. Все подробности от нашего ближневосточного бюро. Ирак, Масун. Боевики террористической организации ИГИН казнили 284 человека, которых ранее предполагалось использовать в качестве живого щита при атаке на город. СИНН обе из них оказались неуспешными. Тем временем в Ирак сегодня с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Эштон Картер. Он проведет переговоры с иракским руководством по поводу операции по освобождению города Масу. А также оценит ход операции по освобождению северных провинций Ирака, находящихся под контролем ИГИН. До этого Эштон Картер успел побывать в Анкаре. Визит в турецкую столицу был вызван необходимостью сгладить противоречия между Ираком и Турцией. Как известно, ранее турецкие войска были введены на территорию Ирака. Эштон Картер заявил, что достигнута договоренность о том, чтобы Турция приняла участие в операции по освобождению Масуна. Ольга Бакушинская, Ближневосточное бюро Телеканал Интер. Эвакуация раненых из сирийского Алеппо так и не началась. Об этом сообщил представитель гуманитарного управления ООН Йенс Ларке. Периодически город обстреливают из стрелкового оружия. Группа вооруженных людей открыла огонь по отелю, где сейчас располагается штаб ООН. Один из сотрудников организации ранен. Вывозить остальных раненых под пулями перемирие в Алеппо объявлено два дня назад. Дамаск и Москва договорились остановить бомбардировки и разрешили отрядам повстанцев покинуть город. Эвакуация больных и раненых из восточного Алеппо к сожалению не началась этим утром как планировалось потому что не было необходимых условий которые могли бы гарантировать безопасную эвакуацию пострадавших и их семей. Стендап Камеди от главных претендентов на пост президента США накануне Дональд Трамп и Хилари Клинтон обменялись колкостями на благотворительном ужине мемориального фонда Альфреда Смита. На чем сыграли конкуренты расскажут мои коллеги. Традицию публично потрунивать друг на другом на благотворительном ужине кандидаты в президенты США поддерживают еще с 1960-х получая таким образом возможность сгладить собственные недостатки и уколоть противника. У Трампа и Клинтона поводов для шуток более чем достаточно. Во время кампании кандидаты успели вытащить на свет множество неприятных фактов друг о друге. Да и проколов было немало. Вот как Дональд Трамп защищает свою жену Меланию, которая в своем выступлении практически целиком использовала речь Мишель Обама от 2008 года. Должен отметить, что в этом году пресса предвзята как никогда. Хотите доказательства? Мишель Обама произносит речь и все ее обожают. Они считают, что она великолепна. Моя жена Мелания произносит ту же речь и ее разносят в пух и прах. Я не понимаю, я не знаю почему. Конечно, львиная доля шуток была о себе и о своей конкурентке от демократов. Хилари очень добра. Она сказала, что если ей каким-нибудь образом удастся выиграть, она хочет, чтобы я стал послом в Ираке или Афганистане. Я сам могу выбрать. Клинтон же начала с самой иронии и пошутила над своим здоровьем. В ходе кампании немало было слухов о том, что она физически не способна возглавить страну. И то и дело падает в обмороки. Сегодня такой особенный вечер, что даже пришлось изменить свой строгий график перерывов на сон, чтобы прийти. Но для вас это хорошо, потому что обычно я порядочно подзаряжаюсь для таких выступлений. Бывший госсекретарь не упустила возможности проехаться по самой больной для кампании Трампа теме его высказываниях о женщинах. Например, как он оценивает красоту прекрасного пола по десятибальной шкале. Люди смотрят на статую свободы и видят величественный символ нашей истории, маяк надежды для людей во всем мире. Дональд Трамп смотрит на статую свободы и видит четверочку, но может пятерку, если убрать факел, скрижаль и перекрасить волосы. Еще неизвестно, как юмористический вечер скажется на рейтингах кандидатов, но по опросам агентства Reuters за последнюю неделю Трамп сократил отрыв от Клинтон. У республиканца 40%, у демократки всего на 4 пункта больше. Хотя повлиять на избирателя может любая деталь. Например, очередной скандал с высказываниями Трампа о мусульманах. Сотрудники Фейсбука требуют убрать посты бизнесмена, в которых он ранее призывал запретить сторонникам ислама въезд в США. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Сколько будет зарабатывать самый высокооплачиваемый футбольный тренер мира? Почему весь Голливуд ополчился на скороносной Энхетовой? И как Папа Франциск становится ближе к людям? Смотрите в обзоре. 150 тысяч человек исполнили гимн Таиланда на площади в Бангкоке. В стране скорбят об умершем короле Пхумипони Адульядетти, который правил 70 лет больше всех из ныне живущих монархов. Многие рыдали, держа в руках портреты короля. Денежные купюры, на которых изображен Адульядет. Траур в Таиланде продлится год для госслужащих и месяц для остальных граждан страны. Марчелло Липпи самый высокооплачиваемый футбольный тренер в мире. Опытный итальянский специалист возглавил сборную Китая и теперь будет зарабатывать 20 миллионов евро в год. Это больше, чем у самого Жозе Маоринио. Португальский тренер Манчестер Юнайтед получает 17 миллионов в год. Курировать китайцев в Липпи будет как минимум до 2018-го. В роли тренера итальянец становился чемпионом мира и выигрывал Лигу чемпионов. А вот на престижный международный турнир по гольфу Малайзии пожаловал двухметровый питон. Пока спортсмены загоняли мячи в лузы, животное выползло на газон. Соревнование пришлось остановить. Только когда прибывшие специалисты из зоослужбы убрали гигантскую рептилию, турнир продолжился. Актриса Энн Хэтуэй только изображала радость на вручении премии Оскар. Статуэтку американка получила еще три года назад. Но только теперь созналась, когда выходила на сцену, была несчастной. Ради роли Фонтины в фильме «Отверженная» похудела на 11 килограммов. На съемках не раз падала в обморок. В общем, стать в дорогущем платье и получать Оскар за изображение боли актрисе показалось неправильным. За искренность Хэтуэй уже раскритиковали в Голливуде. Летняя резиденция Папы Римского теперь для всех туристов. Ранее вход в виллу Кастель Гондольфа был строго запрещен. Последним в поместье жил предшественник Франциска Папа Бенедикт XVI. Нынешний понтифик отдал предпочтение скромной гостинице и в Кастель Гондольфа никогда не был. Виллу открыли по его приказу. За два года Франциск хочет сделать доступными для туристов все папские апартаменты. Картина «Девушки на мосту» уйдет с молотка за 50 миллионов долларов. Уверены эксперты акциона Сотбис в Нью-Йорке. Работу кисти норвежского художника Эдварда Мунка выставят на торги в ноябре. Шедевр, созданный еще в 1902 году, будет самым дорогим лотом на аукционе. Картины Мунка уже установили пять рекордов на торгах. Например, полотно Крик четыре года назад продали за 120 миллионов долларов. Сегодня в столице стартовал 46-й международный кинофестиваль «Молодость». Его открытие проходит прямо сейчас в театре имени Ивана Франко. Там находится наш корреспондент Ольга Теребинская. Оля, добрый вечер. Много ли гостей собралось на открытие? И какая сейчас ритм в театре атмосфера? Да, добрый вечер. В студии вот буквально полчаса назад здесь закончилась церемония открытия. По красной дорожке сегодня прошлись десятки известных и украинских и зарубежных актеров и режиссеров. Здесь также присутствовали министр культуры Евгений Нищук и экс-президент Украины Виктор Ющенко. Сейчас гости смотрят фильм с названием «Жизнь» по роману Гиды Мапасана. Хочу сказать, что эта картина французского режиссера Стефана Бризе была одной из самых громких премьер Минцианского кинофестиваля. Организаторы молодости рассказали, в этом году получили более двух тысяч заявок на участие. Отобрали около 250 фильмов из 60 стран. За награды по традиции будут бороться дебютные, короткометражные, студенческие ленты, а также фильмы национального конкурса. Гран-при фестиваля в этом году составит 10 тысяч долларов. В кентатре «Жевтень» будет картина, которую я особо-то чекаю на великом экране. Это «Ран». Японская картина Кира Курасава в шекспирской программе. А другие фильмы, я думаю, будут много интересных, и немецкая картина в песках, и скандинавская программа. Я привез на молодость свой фильм «Тео и Юго». Его покажут уже завтра. Это история любви двух мужчин. Действительно, происходит в Париже. Я не хочу рассказывать много о фильме, потому что нужно не слушать, а смотреть. Надеюсь, украинскому зрителю понравится моя картина. В рамках кинофестиваля состоятся премьеры украинских фильмов об известном тренере Валерии Лобановском и лидере крымских татар Мустафе Джемилеве. Также зрители увидят семь кинолент, посвященных революции 1956 года Венгрии. Уже 15-й год подряд часть программы посвящена ЛГБТ-тематике. Молодость продлится 9 дней до 30 октября. Фестиваль закроет последняя лента оскароносного поляка Анжиа Вайды после образа. Режиссер, напомню, ушел из жизни две недели назад 9 октября. Это пока что все в студии. Спасибо, Оля. С нами на связи была Ольга Теребинская. И мы продолжаем. Еще одна большая потеря на этот раз в украинской театральной среде. Из жизни ушла известная актриса Валерия Заклунна. Ей было 74 года. Она сыграла в десятках спектаклей и художественных фильмах. В копилке Заклунной более 30 орденов, медалей и почетных званий. Зритель помнит ее роли в картинах Место встречи изменить нельзя. Любовь земная, судьба. Прощание Заклунной пройдет во вторник 25 октября в театре имени Леси Украинки. На его сцене актриса служила 50 лет. Наш эфир подходит к концу. Не пропустите завтра ровно в 20.00. Подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот коротко о чем пойдет речь. Деньги правят Радой. Депутаты начали латать бюджетное одеяло и перетягивать его на себя. Янтарная кормушка. Почему тормозится легализация добычи камня? Криминальные Робин Гуды. Кто поставил рейдерский бизнес на поток и сколько стоит захват чужого предприятия? Мутные воды электронного декларирования. Каким уловком прибегают чиновники, чтобы не выводить свои деньги и имущество из тени? И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня последние новости вы можете узнать на нашем сайте подробностей UA. Хорошего вам настроения и приятного субботнего вечера. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok